10 июня точно по расписанию в 9 утра поезд из Атырау прибыл в Астрахань. Среди его пассажиров и группа студентов из Атырауского института нефти и газа, будущие архитекторы и строители. Эти ребята в рамках программы академической мобильности в течение двух недель должны были проходить практику в стенах Астраханского инженерно-строительного института. Студентов из Казахстана ожидали занятия в научных лабораториях, посещение ведущих КБ нашего города, а также предприятий стройиндустрии, наконец, поход на стройплощадку. А вот начало контактным со сверстниками было положено уже в первый день пребывания казахской делегации в Астрахани. Студенты из Астраханского инженерно-строительного института пригласили своих новых знакомых на очередную встречу в свой дискуссионный клуб. Наш дискуссионный клуб работает уже на постоянной основе, приходят политики, приходят крупные, большие и уважаемые чиновники, приходят работодатели и у них есть возможность напрямую общаться с аудиторией. Но сегодня в данном случае вы, наши гости, являетесь участниками этого дискуссионного клуба у ребят, есть возможность напрямую задать вопрос. Мне кажется, это будет очень полезный взаимный опыт, потому что в любом случае в рамках той академической мобильности, которую мы развиваем, я надеюсь, что опыт будет успешный и продолжим в следующем году. Это замечательное начинание. Есть возможность действительно наладить живой человеческий контакт, найти знакомых, найти друзей. Как оказалось, молодым людям есть о чем поговорить друг с другом. Легкое стеснение, которое всегда сопутствует началу знакомства, помог преодолеть постоянный ведущий дискуссионного клуба, ректор АИСИ Дмитрий Петрович Ануфриев. Он к месту шутил, сопровождая ответы гостей, комментариями по поводу особенностей системы высшего образования в Республике Казахстан. Как оказалось, у нее много общего с российской. Так, зачисление ВУЗ осуществляется на основе результатов национального тестирования, похожего на наш ЕГЭ. Немало студентов в Атерваузском институте нефти и газа учатся на бюджетной основе, которая носит название грантов. А вот плата за обучение на коммерческой основе в год составляет около 70 тысяч рублей. Мотивация получить качественное высшее образование у студентов из Казахстана весьма высока. Лучшие из них по результатам собеседований могут быть приняты на работу в крупнейшие нефтяные компании своей страны. Вот, например, недавно Аджип Кесио тоже пригласил наших студентов, выпускников самых лучших. И презентовали свою компанию. И затем у них вот будет проводиться тестирование. И по результатам тестирования будет собеседование. Однако в жизни студентов есть место не только учебе. И в этом ребята из Атырау очень похожи на своих сверстников из АИСИ. В их вузе нередко проходят студенческие праздники и фестивали. Как заверил гостей встречи ее ведущий Дмитрий Петрович Ануфриев, в стенах АИСИ им тоже не придется скучать. Все-таки жизнь всегда преподносит какие-то возможности, какие-то шансы. И те, кто их реализует, он, конечно, движется вперед, движется, что называется, с позитивом. И поэтому вот у вас такая возможность. Вы говорили, что здесь лучшие собраны из лучших в учебе, а у нас вот по активности собраны. Они не обязательно лучшие в учебе. Кстати, некоторые совсем не лучшие. Они активные, поэтому очень хотят задавать вопросы. А завершилось очередное заседание в дискуссионном клубе Астраханского инженерно-строительного института «Фотографии на память». Причем это стало уже традицией фиксировать в кадре эмоции, а также позитивное и непринужденное общение студенческой молодежи, ради которого изначально и был создан дискуссионный клуб при АИСИ. Субтитры создавал DimaTorzok